друзья всем привет сегодня будем ставить капкан хочу поделиться с вами своим опытом как я вставлял капканы таких вот этот вид называется на бабочку на жертв кому как удобнее как называть есть еще в домике этом земле делается капкан и на подрезку во все три эти вида я добывал соболи капканы запрещены но я все равно считаю что это остается основным способом добычи соболя это однозначно потому что капкан это такая штука незаменимая это самая такая самый деликатес можно сказать так вот такая короче вот получается у него такая вот жить жерди я беру нормальные длинные не ленюсь если на постоянный капкан на хорошую жердь брать вот еще сбежит такой сделал сбежит так и глядишь он по нему может заберется там на конце если не втыкается ну смотря какая почва то может где камни где чё там можно положить какую корягу просто да и все хорошо капканы ставить на склона где-то на косогорах вот именно вот именно тот конец вот втыкать в бугор и вообще хорошо получается более или менее капкан хорошо стоит не так круто не так вертикально не люблю так вот вертикально ставить не нравится мне как постоянные капканы всегда вот такие вот у меня все сейчас будем сюда при привязывать рябчика рябчик почему рябчик из когда вот занимался промышлом в общем я чего только не пробовал вешать на капканы ну в общем пришел к такому выводу если соболь голодный он полезет хоть на чем хоть хоть что там будет висеть там мышка птичка рябчик заяц глухарь все идет а если он не голодный ему бесполезно ничего не идет он вообще не начал я и пробовал также и валерьянку и ягодки вешал ну что только не делал и тушил и бесполезно так что на приваду берем то что обитает в местной среде в моем случае вот здесь допустим тут зайцы бегают вот рябчики летает поэтому рябчик вообще деликатес для соболя его не обязательно весь вешать его берешь делишь на три части там по возможности насколько получится и если было бывало такой что соболь бегает тут свежие следы рядом крутится капкан ставили свежие прямо рябчиком кишечки достали вот это все тут развешали так мало-мало потерли крови покапали и после обеда уже соболь уже у нас висел живой капкане так что берем берем то что есть то что рядом бегает то что живет в этом лесу чем соболь может питаться в общем есть еще в этом даже виде еще два это наскоряк капкан и капкан уже который будет у вас стоять постоянно но постоянно это если вы участок у вас планируете охотиться не один год вас такие будут это где-то приблизительно делать со временем поймете где соболь постоянно бегает это устья ключей перебежки там ну не знаю такие места есть бревнышки ближе к вершине у подножия вот так вот есть интересные места здесь соболь постоянно бегает и вот но вот это будет я устанавливаю это будет постоянный капкан допустим примеру да наскоряк ну наскоряк это когда вы идете ага соболь набегал увидели место приблизительно понравилось вы быстренько там раз раз жердь это наскоряк поставили и все он там всяко разно жердь обратите внимание у меня не так круто она так полога более или менее ну и капкан удобно ставите мне не нравится когда круто когда же круто стоит вот под таким наклоном вот когда вот так более-менее полога как нормально тут маленечко я зачесал подготовил для капкана сейчас капкан буду вязать все будет показывать вот смотрите я рябчика значит повешал да вот капкан капкан у меня единица вот здесь я вот продергиваю так вот проволочку там у вас может быть цепочка будет вот до сюда до меня и ровно до этого места здесь я уже его привязываю вот в этом месте все сейчас я убираю опускаем здесь завязываем лежите крепко чтобы у вас особо не оторвался не смотрите обязательно на капкане чтобы у вас ветляк вот этот он выполняет свою функцию как надо чтобы он у вас обязательно был цепочка должна к нему привязана либо у проволочку привяжите вот ну вот все здесь мы привязали если у нас все нормально капкан перекинули прикинули так капканчик если у вас нулевка вы и так сможет руках известен единица уже маленько будет посложнее уже на тугая здесь вот насчет пятачка вот этого как выставить глубину я не знаю это но я думаю это это влияет на качество шкурки но я что-то никогда не заморачивался делал всегда вот только-только чтобы он сыграл и все потом вот сюда заводим его выставляем тут его тут обычно же срубаешь вот такой штырячок вот это как раз от колечка раз на него надевается и и все отлично здесь мы проволочку вяжем проволочку вяжем чтобы капкан когда будет может соболь или птица еще какая не бывает прилетает трясет тут капкан этот летает было сколько раз идешь приходишь и капкан просто висит вот так вот приводы нету было такое поэтому здесь вот вяжешь сильно сильно не надо затягивать просто проволочку раз и на один обратно сейчас покажу блин вся аппаратура выключается так ну вот все вы видите да как что получилось вот здесь вот в этом месте через капкан вот здесь вот вяжем тоненькую мягкую проволочку так вот вот смотрите вот я вот медную проволочку использовал всего лишь на один виточек всего лишь на один виточек и вот здесь вот так вот вот чтобы он мог сорваться медная мягенькая любая проволочка пойдет чуть-чуть прихватили не намертво все собственно говоря вот капкан готов также друзья маленькие советы я беру с этого рябчика перья нащипал накидал здесь прямо по это самим рябчиком можно я говорю здесь то полностью целиком рябчика не обязательно можете на 2 на 3 часть его разделить но на 2 это наверно сама то будет там совсем на 3 на 4 этими же кишочками можно здесь вот смазать но я вот так делать дерево тут если кровь есть можно покапать это все интересно вот перья здесь разбросать вот так вот все это будет ему интересно какие случаи бывали соболь подходит под капкан под капканом походит потопчется но в капкан не идет я оставил внизу прямо по капканом под капканом под жердью ставил еще один капкан два капкана бывало даже так что особо ловилась один сверху другой снизу но молодняк был жилье жил у меня включи 3 и молодых соболишки вот два были сразу в одном месте также тем кто на зайцев петли ставят ребята тоже таскайте собой капкан если вот так вот если у вас соболь есть вашем районе заяц попадется он услышит его может прийти будет его кушать вы придете проверять также ставьте жертв не знаю можно на земле конечно но на земле если вы часто ходите проверяйте можно и на земле поставьте прямо на земле где вот он зайца ел прямо там аккуратненько так шибко не маскируйте тоже это не обязательно два капканчика воткните ну нет лучше вот подвешите на жердь и все и капкан поставьте вот у нас такие капканы чем хорошо то что мышь не погрызет а на земле муж может по чикать но если я опять же говорю это зависит от чистоты проверки про снег что хочу сказать снег ну вот у нас мало снега я как бы вообще никаких крыш нам не надо ничего первый опыт мой с капканами с добычи соболь еще я совсем пацаном был да там в тоннельном снега много но я ходил там часто проверял так что тоже в принципе снега никогда не было такого проблем что пришел там мне снегом все завалено ну что вот ну собственно говоря если интересно и остальные виды покажу это домик игры подрезка так сложного ничего нет установки капкана главное капкан нормально привязать и все ну сразу скажу бывало такое что и пол соболя висела все равно лисы лисы или кто уж не помню кто-то сожрал пол соболя у нас не пол соболя висела так вот смотрите еще что почему я вот здесь привязал по идее мне можно было его тут привязать проволоку у вас возможно будет цепочка и здесь не получится вам обмотать вокруг вы будете вот здесь обматывать цепочкой так не получится поэтому ну и проволочку здесь признал вообще можно можно принципе проволоку вот тут привязать если не цепочка если поводок из проволоки здесь можно привязать поближе то есть он не будет у вас до земли доставать и низко не будет цепочки жертв жертв надо чтобы у вас все было крепко здесь можете привязать проволокой либо может гвозди но и вы как бы гвозди никогда с собой не таскал не прибивал ничего не знаю тут рогатулина если нету у меня на сучке она лежит жертвы а бывает так что нету берешь рогатулину срубаешь вот так вот ставишь к дереву все сбежек туда что-то надо положить если некуда воткнуть жить там ложишь какую-нибудь коряр коряжину там камень я не знаю ну чё будет тяжелым да все привязывайте крепко бежите крепко к дереву жить чтобы никуда на вас не делать не перевернулась и все собственно вот капкан готов можно можно и повыше делать я считаю ничего страшного можно еще жить выше еще будет безопасней если я говорю если на склонах будет так и будет вы будете ниже жить будет жертв будет вот так где-то повыше на 1 все всем спасибо за просмотр удачной охоты